всем приятной жизни от шашлык и мы продолжаем играть в корсарчиков так ну и как вы помните у нас задачка бремя газ конца бла-бла-бла в общем он нам говорит что нужно сгонять так куда нам надо знать бла-бла-бла-бла в общем я честно говоря не помню где это написано но я вам так расскажу поскольку я этот момент помню нам кажется на гвадалупу на гвадалупу плыть как карту открыть слушайте или я не могу карту открыть бремя честно говоря этот момент не помню ну ладно предметы так персонажи ладно фиг с ним карту мы потом наверное откроем ладно сейчас значит по поводу этого давайте на верфь зайдем давайте зайдем на верфь этот нашим верфи завидует все конкуренты этот чувак значит нам по идее должен продать корабль вынужден вас у меня на данный момент совсем нет кораблей это очень странно так как мне сказали что у вас есть новый люгер а да действительно но из-за него внесен залог внес эти деньги да вот брат как раз внес эти деньги но раз такое дело тогда продолжим нашу беседу как вы правильно заметили было внесено 5000 песо но полную стоимость корабля я оцениваю в 22000 песо вместе с боеприпасом так что с вас еще 17000 корабль ваш причем согласно договору вы должны заплатить эти деньги не позднее чем через неделю после спуска корабля на воду у вас осталось три дня после чего я имею право продать этот корабль другому лицу кстати покупатель уже есть так что он следует поторопиться вот из чего мы узнаем что нам надо 17 косарей найти где-то вот и причем за три дня их надо родить у нас я так понимаю косарей у нас золото вообще по нулям так пойдемте кстати губернатору сходим забыл я к губернатору сходить губернатор у нас обитается в резиденции он нас арестовал у него по моему наши эти наши все вещи он их вернет насколько я помню если мы к нему прошу вас покороче у меня много дел я должен извиниться бла-бла-бла вот возьмите шпагу пистолет и легкий доспех думаете вещи вам пригодятся да конечно они не пригодятся блин после ведьмака конечно не совсем этот так ладно давайте бильба экипируем пистолики пируем и корсет экипируем но у хоть как-то мы уже оделись кстати говоря то что у нас есть пистолет это еще не означает что мы можем стрелять к нему надо еще будет искать патроны но это не так уж и сложно на самом деле ну потом будет несложно в начале конечно это напряжено так теперь 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 нам надо рожать где-то бабки где-то рожать вы что-то хотели нет добрый тогда позвольте пройти что вам угодно позвольте представиться прибыл испан несколько лет ну давайте перейдем дело у меня к вам будет весь и щекотливого характера не будь я уверен вашим я бы никогда не но я уверен что вы поймете как дворянин излагайте суть вашей я рад слышать от вас так вот нашим есть бордель недавно там появилась новая демальщика видимо из европы молодая не позволяет мне посещать но репутация стоит очень дорого почему раз я не могу отправиться значит эта девочка должна появиться у меня я прошу вас ходить борделе договориться с хозяйкой о том чтобы она предоставила эту блондинку на вынос на одну ночь сударь я дорожу аврора не будет а подобные услуги она предоставляет только берет конечно дороже затем проводить девочку к моему дому я дам вам 6000 песо ночь с девочкой в три три с половиной тысячи остальное возьмете себе в качестве компенсации окей берем 6000 песо двухэтажный особняк с красной крышей так отлично у нас уже 6 косарей есть я думаю можно его в принципе кидануть а может и не стоит его кидать а так вот как время наматывается вот блин а вот так вот я могу выключить ускорение так ладно хорошо 6000 мы взяли это это здорово то есть у нас уже имеется получается 6 косарей да нам надо где-то родить еще сколько еще 11 давайте пойдем в таверну в таверне обычно всегда есть те кто может нам выдать задание офицеры сидят офицеров нет особо вот это вот по-моему моря кто сегодня угощает так бухать я не хочу ни с кем блин кстати вот это вот искать а вот это по моему офицер да я тебя не помню а нет это контрабандист так ладно контрабандист контрабандистом ром прекрасная еда отменные напитки так я ищу работу что у тебя есть поручение выглядит сообразительным молодым человеком и может вполне подойти есть у меня одно дельце она на первый взгляд не сложно но требует ответственности главное наличие москву в черепной коробке потому что доверить переговоры этом значит заранее обречь все направо послушайте расскажите наконец толком чего вы хотите значит такова мне нужно доставить мою таверну несколько ящиков элитного ямайского рома в обход торговых чиновников уж больно высокие поборы они накладывают на ввоз этого товара а спрос на него среди моих лучших клиентов весьма и весьма велик сегодня вечером к берегам мартиники в районе пляжа ламантен подойдет судно люгер под названием призрак вам нужно будет найти это судно и подняться к нему на борт для этой цели в нашем распоряжении будет барка с пятью матросами на борту они будут вести лодку куда скажете после того как кажетесь на палубе к вам подойдет человек вам нужно сказать ему пароль бухта готова для высадки это надо записать чтобы его потом по моему вручную придется ввозить вот я в первом в первом ну хотя в принципе бухта готова для высадки я в первом видео говорил что тут придется что-то записывать так все записал я парольчик причем знаете прикол в этой игре этот пароль он еще и рандомно генерируемый но может быть из нескольких вариантов я точно не помню как это тут работает ну то есть если вы сами начнете допустим игру вас вполне может быть другой пароль то есть не бухта готова для высадки а там крокодилы утром пляшут какие-нибудь вот если скажете неправильно или будете молчать вас просто вышвырнут за борт и сделка не состоится поэтому я не могу доверить это дело безмозглым тупы бухта готова для высадки отлично повторите его еще несколько раз а лучше запишите где-нибудь отзыв на пароль выпей рому моряк так выпей рому моряк тоже запишу на всякий случай выпей рому моряк после этого на баркас будут перегружены ящики с бутылками рома которые нужно доставить бухту пиратского поселения или франсуала вас там встретят тут вам еще какая-то подстала будет с этим задание набей лицо трактирщику привет антик да нельзя тут лицо трактирщиком набивать хотя по-моему тут он но я вот не будем вам в таверне нельзя драться на улице можно вот и вся задача из бухты ли франсуа доберетесь пешком баркас останется в бухте если вам еще не стало страшно и вы готовы выполнить это позорей я заплачу вам 5000 песо так ну окей 5000 песо окей баркас будет ждать у пирса который ближе к верфи в 7 вечера не опаздывайте до пляжа не менее пяти шести часов пути а призрак будет ждать вас только до пяти утра и возьмите для облегчения поисков вот эту подзорную трубу она конечно трендрянью но лучше чем ничего так во ништяк нам еще подзорную трубу выдали ваще тема прям сонный начало положено ребята начало положено давайте подзорную трубу тоже экипируем так есть я правда не помню на какую кнопку в нее смотреть но нормально так у нас сейчас 15 20 нам на в 1900 прийти до так ладно 1900 у нас принципе есть давайте пока айди к 1900 нам на будет подойти к 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 этой бухте давайте пока зайдем к ростовщику может быть он ещё какой то здесь вы ко мне не с пустыми руками а нет квест он что-то не дает а кредит дашь или капитаном так что не обессудьте не кредит тоже не даст можно было бы а ну когда у нас появится корабль по моему он нам сможет дать кредит я точно не помню так ладно пойдемте еще сгоняем что тут еще есть есть еще магазин да это же вот это магазин да давайте в магазин сгоняем в этот так а у тебя есть задача не ремесленник или вельможа всякие товар по вкусу да 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 вот там работающую у меня действительно будет такого рода как вы хотите у меня пропал помощник работавший на складе как неделю его нет и этот черт возьми крайне неприятно потому что мне приходится делать еще его работу а я совершенно не успеваю я вас прошу разрешите за помощь я заплачу вам тысячу песо в принципе можно его зовут как выглядит 35 лет от раз уносит уси и бороду обычно нам длинный коричневый жилет и белая рубаха обязательно треуголка адмиралы такие якорь ему в корму где может быть но уж точно не все империи его нет в городе я уже все ноги сбил искавший расспрос сшивавших горожан так что можете не тратить тут время понапрасну ошляться за городом у меня нет времени нежелания ясно приступаю к поискам как только будет какой-то результат немедленно сообщу так а в принципе почему в принципе можно можно поискать так давайте еще пойдем а у кого тут еще можно квест ну в банке банки не вариант брать квест так ладно девочку по вызову мы взяли квест о а тут же еще есть нет это дом а это дом я помню точно что тут где то есть портовое управление вот это портовое управление а ну может тут нам еще квестик выдадут здорово внимательно слушаю сударь я ищу до работу помощь у меня слава богу но вот одному моему хорошему другу причем он собирается в одиночку уйти и воевать с индейцами я пытался отгореть его он уперся никакую он так переживает за свою готовь пожертвовать всем ради нее даже своей жизнью кто ваш друг где его найти ах простите я очень по спиру он ведь идет на верную смерть я ничем не могу ему помочь я не солдат как его зовут его имя после у него пропала дочь он считает что к этому привык сложили и он решил представляете самостоятельно расправиться с какой-то шайкой индейцев они же погубят порубят его на куски он сейчас покупает мушкеты и боеприпасы чтобы отправиться в сельву где найти я только что с ним пытался отговорить он сейчас недалеко от нашего управления у колодца это налево от выхода идите к нему сделайте что-нибудь если он пойдет джунгли 1 краснокожие делала все довольно так еще есть этот самый еще один квест взяли так нам в 1900 в принципе надо сейчас у нас сколько 15 до то есть у нас время в принципе есть так давайте сохранимся вот сейчас в этом моменте в корсарах желательно почаще сохраняться это особенно в каждому свою эта игра довольно хардкорная ваша помощь так будет весьма стадо потрудитесь сообщить что вы такой так ну короче понятно он идет этот самый я немедленно и отправился это было это же дикари в джунгли так ну давайте пойдем этот самый не волнуйтесь у меня есть еще вы готовы да так ну погнали значит этот самый джунгли есть вариант пойти до пошли в джунгли так а я вот не помню как тут правил я как тут идти тут просто по этим развилкам очень сложно ходить не всегда запоминаешь так давайте сохранимся там у меня тут есть шпаргалочка всех этих развилок налево налево опа вот и первые говнюки а они туда как раз повезут куда они побежали нам и надо идти или они сейчас нами драться будут я точно не помню блин а как тут кстати драться она драться здесь вот так так и теперь вот здесь нам надо направо насколько я помню так сейчас 1550 пока мы успеваем в принципе успеваем в принципе ваша помощь будет мы уже почти за этим поворотом вход пещеру теперь я расскажу вас план я стреляю без права нужно хорошо прицелиться если мне придется судить в рукопашную стрельбу можно забыть я смогу только отбиваться стволом и прикладом от вашего мужества и вашей ловкости так окей отвлечь мне моя задача отвлечь внимание он будет стрелять это не так кстати просто как кажется но будем пробуем пытаться это первый мой бой а ну в принципе мы в блоке же можем стоять до изи пока он их будет перестреливать ой 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 ну чувак ты стреляешь одного он уже положил как бы одного он уже четко положил есть 2 положил а но этого мы в принципе через удар можем сами положить не в принципе я могу пробивным ударом блин у меня конечно фехтование очень слабая пока я вообще еле бью то есть мне особого смысла с ними драться нету никакого я не помню на какую кнопку здесь пить эти зельки здоровья ты говня кусок ты чё промахнулся или ты попал нет он промахнулся так давайте вот так станем чтобы ему было проще попадать вообще боевка в этих корсарах очень примитивная блок удар блок удар то есть как бы все настолько примитивно что пипец я вот не помню ну я знаю отлично есть пробили этот только я вот не помню их лутать можно или нельзя по моему надо убрать меч чтобы лутать или нельзя лутать ты ж не задача не по моему нельзя лутать так ладно давайте сейчас сохранимся тут еще разок все отлично и пойдем теперь в пещерку а почему грот закрыт чувак ты чё ваша помощь отлично это кучка краснокожих у них осталась самая главная пещера я не знаю сколько их там но полагаю что трое-четверо теперь послушайте каков будет наш план я бывал в этой пещере лет десять назад так вот от входа идет узкая коверна ведущая в грот разделенный стеной на две части с расселенной посередине неогонятные вероятно засели в грот действовать нужно так же как и в первый раз я остаюсь на месте у входа в пещеру вы немедленно бросаетесь в атаку не теряйте ни секунды отвлеките их внимание окей хорошо так залутать тут особо ничего не получилось ну ладно в принципе так давайте перезапишем этот сейф который да я хочу перезаписать его все так ну давайте заходим в грот и сейчас попробуем с ними подраться так ну тут соответственно от скотина он промахивается ну ладно попробую вот от таких ударов которые вот он замахивается видели так высоко вот от них надо отпрыгивать потому что они пробивают они пробивают блок с ними надо аккуратно очень остальные удары вот о чем я говорил блин ну они прям два таких удара сделали прям читерство какое-то да что ж ты скотина не этот самый а ну наверное я слушайте он наверное сквозь меня не может прострелить да да тут же такая система тут friendly fire он этот мне надо значит это выбежать сразу вперед и видимо вот так вот во 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 вот он положил вот я тогда вот здесь буду вот вот так вот оно нормально мы в блоке стоим и вообще четенько ай сволочь меня кто-то ударил там чувак ну давай уже этот стреляй там fire на холл давай у него долго идет перезарядка ну ничего не мы можем в принципе ускорить вот лично один готов сейчас он у того заднего еще шмакнет в принципе нормально будет сейчас он его шмакнет и я даже наверное в 3 ускорю 3 ускорю время в принципе все равно в блоке стоим нормально давай стреляй да ёб твою мать чё а прохождение будет я просто недавно пришел не знаю удачного стрима блин нас все таки он за б за пенали нас привет спасибо за донат 60 рублей артем огромное тебе спасибо да прохождение будет я как раз его сейчас и записываю вот то есть будет не только стрим ну не знаю насколько меня затянет эта игра или не затянет ну в общем что-то наш стрелок нас подвел долго он перезаряжался как-то это все ну не камильфо получилось ладненько давайте я этот выпуск тогда на этом закончу а в следующем мы уже продолжим вот вот вот